Традиционно в честь Дня борьбы с коррупцией сотрудники прокуратуры проводят пресс-конференцию для журналистов и рассказывают о самых громких фактах мздоимства. За 9 месяцев 2017 года выявлено 904 случая нарушения закона о коррупции. Большая часть касается ошибок случайных или намеренных при декларировании доходов гос и муниципальных служащих. Утаивают машины, квартиры, дополнительные заработки. Пример последнего времени замглавы Заволжского района Андрей Крылов. Было выявлено, что это должностное лицо предоставило недостоверные сведения о доходах, а также у него имелся конфликт интересов в связи с наличием ряда юридических лиц, которые осуществляли деятельность в сфере, которую он курировал. В связи с нашими мерами реагирования он уволен в связи с утратой доверия. Снять с должности таких утративших доверия не так просто, отмечают сотрудники прокуратуры. По главам Стековского, Заволжского в этом году районов, сейчас по главе Пучевского муниципального района Управление по противодействию коррупции принимает активные меры. На наш взгляд, в конечном счете решение окончательно принимать будет губернатор. Процедура удаления глав муниципальных образований в Астахусе из утраты доверия достаточно сложная. Федеральные законодатели планируют ввести нормы, обязывающие госорганы, лиц скомпрометированных, регистрировать. Кто будет этим заниматься, пока не ясно. Возможно, функции возьмет на себя генпрокуратура. Ввести реестр лиц, включенных к ответственности за коррупционные правонарушения, лиц, замещающих должности муниципальной службы и замещающих муниципальные должности, ну и, соответственно, государственные должности. Проверить все декларации о доходах не так просто. Примерно на 3000 служащих всего 5 сотрудников прокуратуры. Помогать должны и сотрудники управления по противодействию коррупции регионального правительства. Подключать нужные кадровые службы, чтобы сотрудники сообщали, например, о фактах покупок, превышающих доходы. Что касается самих взяток, их в этом году зарегистрировано больше, чем в прошлом. 13 актов дачи взятки и 59 ее получения. Среди взяточников 3 медика, 3 сотрудника правоохранительных органов, 4 чиновника, 2 преподавателя. В 2017 году за 9 месяцев общий ущерб по уголовным делам, которые расследовались правоохранительными органами, составил более 75 миллионов рублей. Это огромная сумма. Из этого ущерба добровольно погашено 2,5 миллиона рублей. Еще 46 миллионов рублей изъято и арестовано в ходе следствия. На рассмотрении губернатора находится обращение прокуратуры, касающейся главы Пучешского района. Он допустил конфликт интересов на муниципальной службе. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.